Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И в сегодняшней серии, коротенькой серии болтовни, я хочу поговорить о очень интересной теме, как кризис, который, в принципе, уже всеми, наверное, был дискутирован миллион раз. И я не хочу повторяться, я хочу показать, насколько кризис еще, можно сказать, далек в наших головах и насколько близок он на данный момент для бизнесменов. И объясню это очень интересными фактами. Факт номер один, да и почему я захотел записать это видео, на этой неделе, это, считайте, конец января, начало февраля, ко мне пришло около семи человек, семь разных бизнесов, в которых во всех семи бизнесах проблема одна и та же. У всех семи человек было сарафанное радио в 2015 году, в 2014 году, все работало хорошо. И вот случился конец 2015 года, случилось начало 2016 года, ну, собственно, как мы все знаем прекрасно, январь, там никаких продаж нет, париться особо не стоит. Но тут вдруг люди спохватились, поняли, что именно с сарафанного радио у них не идут клиенты. Так самое смешное, что оказалось, что это практически единственный способ лидогенерации для этих людей. Причем я хочу охарактеризовать практически все бизнесы. Это бизнесы с большим средним чеком. То есть это бизнесы, в которых от 500 и более 1000 рублей, причем не только физлицы, но и юрлица к ним тоже относятся. Причем туда относятся ремонт квартир, ландшафтный дизайн, банковские гарантии и так далее, так далее, так далее. Во всех этих бизнесах случился вот такой провал. Так почему же у меня так сильно взорвало пукан на самом деле? Потому что, я знаю, все мои ребята, подписчики, вы, друзья, все очень умные и старательные. Вы уже знаете давным-давно, что нужно привлекать людей через интернет и желательно это делать через какие-то интересные способы трафика, хотя бы через контекстную рекламу, соцсети, ну, возможно, какие-то новые вения, ну, там, спам-рассылка, ну, даже, может, что-то старое, да? То есть использовать хоть какую-то активную рекламу, кроме пассивной рекламы, такой, как, например, SEO. Причем тоже замечено, что у где-то 17 человек, которые пришли, у них перестало работать SEO. Причем это не обязательно что-то должно связано быть с кризисом, просто, например, Яндекс поменял систему ранжирования и все, сайт упал, заходов нету, либо заходы есть, но они теперь не конвертируются. А вот здесь уже можно говорить о какой-то покупательской способности. Это первый пункт. То есть у господ, у многих, действительно, которые сейчас приходят, для них в диковинку использовать какие-то активные виды рекламы. То есть раньше это было что-то на пассиве. Капай ты ладно. Причем заказов было действительно очень много, то есть им больше рекламы не надо было. То есть расти, есть потолок определенный, они его достигли и все. А тут вдруг случилось так, что денег становится все меньше, 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 а ладно, декабрь, январь это стандартная ситуация, у нас у людей просто, ну, все бухают, можно так это назвать, да, отдыхают. И, в общем-то, никому нет дела до ремонтов, банковских гарантий и прочего, прочего, прочего. Так вот в какой-то определенный момент у людей кончаются деньги. То есть у них был какой-то, например, запас в 500 тысяч рублей, и тут вдруг у них остаются там последние 200 тысяч рублей. И они в шоке, потому что раньше у них, например, был оборот 2 миллиона, сейчас у них оборот за последний месяц или 2-0. И они просто в шоке, они не знают, что делать, они бегают одного к другому и ничего последовательного не делают. То есть есть определенные шаги, что надо делать, они делают все подряд. Потому что деньги были, деньги пропали. Второй момент появления кризиса, да, это, естественно, просто наша история. Если откатиться чуть назад и хотя бы доползти до 2014 года, до Олимпиады в Сочи, и всех займов, которые взяло государство, и после этого закрытия всех банков, ну, там уже как бы был звоночек такой очень серьезный, что будет какая-то большая просадка. Да и вот я общался с довольно серьезными бизнесменами на тот момент, и все говорили, что да, будет просадка. Причем все это знали прекрасно, все хорошо, но никто не хотел вкладываться в рекламу. То есть звоночек есть, вроде все знают, но вкладываться серьезно в рекламу они были не готовы, например. Ну, кто-то из них, конечно. Дальше. 2015 год. Мы все... Ну, конец 2014 года у нас было характеризовано вообще окончательным падением рубля, хотя после Олимпиады никто об этом вообще не думал. Закрытие банков, падение рубля, какие-то почему-то нефтедоллары всплыли. Но не суть. А в 2015 году вроде все устаканилось, все люди просто тупо почему-то забыли про кризис, что у нас ровно в два раза подорожал рубль, хоть в какой-то момент он начал расти летом, люди просто забили на это, думают, а ладно так, отскочит и слава богу, все будет хорошо. Как бы это был тоже, по-моему, звоночек для того, чтобы пора уже вкладываться хорошо в рекламу, хотя бы на тот момент, чтобы если вдруг вы остались на плаву, именно в момент, когда у других людей деньги закончатся. И третий момент, который я хочу обязательно сказать в этом видео, попробуйте найти себя в этом, потому что я, например, в этих людях, я ни в коем случае не хочу говорить, что они там плохие или еще чего-то, или это что они, вот они отсталые, ха-ха, не умеют в интернете находить себе клиентов. Да нет, конечно же нет. Надо искать именно какие-то положительные стороны, тем более учиться у других людей. Посмотрите сами на себя, ведь вы наверняка не используете все виды трафика. Вот я почему-то больше чем уверен. Потому что, например, я использую, вот из всех доступных мне видов трафика, я попробовал действительно, вот, например, для маркетингового агентства, я, наверное, попробовал 15 или 20 видов трафика, не меньше. Из них сейчас работает, наверное, 3-4. То есть увеличить до 10 видов трафика, в принципе, мне не составляет труда. И да, из 20, наверное, все 10 работают, остальные еще 10, наверное, работают в отрицательную сторону. То есть их можно использовать, но только на крайний случай, для того, чтобы просто больше делать оборота. Но при этом быть в небольшом минусе, скажем так. Но при этом иметь все равно, постоянно или дополнительно будут привлекать новых, например, клиентов и так далее. И как раз повышать и увеличивать сарафанное радио, о котором эти люди говорят. Потому что все эти люди знают слово сарафанное радио. Но вот как раз буквально год назад я снимал видео здесь же в Таиланде на тему сарафанного радио. И тогда я говорил, что сарафанное радио – это инструмент не просто, а, запустил оно, типа, кто-то чего-то сказал. Но и это инструмент, которым надо уметь пользоваться. То есть это инструмент, роман, такой же рекламный, как и Яндекс.Директ. Его надо уметь запускать. И, как говорится, надо уметь крутить педали именно в этом инструменте. Потому что если просто, а, сарафанное радио, пришел ко мне, он, Вася Писюнькин. Ну, отлично пришел. Ну, а дальше он может следующий какой-нибудь Вася, Петя или еще кто-то не прийти. И все. А тем более, если у нас сейчас кризис, и люди не готовы. Последние деньги, которые они, там, часть денег в доллары переводят и так далее. Они не готовы просто сейчас идти и тратить на все подряд. То есть это у нас был, конечно, уже такой шаг, когда люди все потратили деньги. И в декабре 2014 года пошли куп телевизоры и тому подобное машины. Это явно какой-то, ну, неправильный шаг. То есть надо было явно чего-то делать другое. Но люди почему-то делали именно это. И покупать только телевизоры и тому подобное, это, конечно, очень печальная ситуация. Ну что ж, друзья. Все равно я хочу вас призвать к гуманности. То есть, если вы понимаете прекрасно, что 16-й год это не самый простой год для нашей экономики. Как я тоже уже говорил в каком-то из видео. Останется около 6% среднего класса. Стоит вкладываться в рекламу сейчас, чтобы потом, если вдруг второе полугодие 16-го года будет хуже, еще больше в отрицательную сторону работать, нежели чем сейчас. А я хочу напомнить, что экономика в 15-м году, она еще работала в плюс. В 16-м году, по, опять же, экспертным мнениям, она уже пойдет в минус. То есть у нас ВВП уже будет реально в минус расти. Вот тогда начнутся реальные проблемы. Не знаю, чего там говорил Путин на тему, что падение рубля оздоравливает нашу с вами экономику и в том числе бизнесы. Я, конечно, с этим не согласен, потому что явно видно, что наши бизнесы все очень сильно страдают. Но, тем не менее, если у людей настолько много было клиентов, что они даже не парились, вообще не парились, то есть не было вообще практически никакой рекламы, и они при этом работали, теперь им приходится начинать думать о том, чтобы привлекать правильно людей в свой бизнес, как клиентов. Это, наверное, тоже есть некий плюс. Уж тем более, если посмотреть, действительно, есть некоторые бизнесы, особенно некоторые конкурентные бизнесы, и особенно в интернете, где люди теряют колоссальные деньги, чтобы научиться правильно, ну, хоть как-то, входить в плюс и вкладывая 100 тысяч, получая там 200 тысяч или 150 тысяч. Другие люди, не вкладывая ничего, получают те же самые 200 тысяч. То есть здесь, конечно, была какая-то несправедливость. Сейчас эта справедливость отчасти как-то выровнялась, она появилась. Ну и будем надеяться, конечно, что все равно наша экономика будет расти, и будут расти правильные, хорошие, качественные бизнесы, которые мы выращиваем вместе с вами. Что-то, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если понравилось видео, вы знаете, что делать. Особенно, если есть что сказать, напишите в комментариях. Мне будет очень приятно, и буду, конечно же, знать ваше личное мнение по этому вопросу. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok